Добрый день, Алексей Пашков на связи. Сегодня, как обычно, у нас речь пойдет о картине. И в картине это есть загадка. Все, как вы любите. И даже больше. Потому что в этой картине загадка не одна. Их там две. Причем вторая, очевидно, не для всех. Картина-то сама известная. И художник достаточно известный. Ну, по крайней мере, для тех, кто интересуется искусством. Художника звали Антон Лосенко. А современники назвали его Ломоносовым русской живописи. Потому что, действительно, Лосенко был одним из первых русских художников-классицистов. Который еще при Екатерине II заложил основы русской классической живописи по европейским образцам. Лосенко в 1770 году получает звание академика живописи за вот эту работу. Находится она сейчас в русском музее, а называется Владимир и Рогнеда. Это на сюжет из древнерусской истории. Как вы понимаете, Владимир это как раз и есть. Владимир, красно, солнышко. Но эпизод из его жизни, изображенный Лосенко, не такой уж солнечный. Ну, по крайней мере, для дамы. Для Рогнеды. Напомню, что Владимир, перед тем, как он пришел к власти, столкнулся с противостоянием в лице своего брата, Ярополка. И политические разногласия между ними осложнялись еще и амурным соперничеством. Они оба сватались к одной и той же девушке, Рогнеде, которая была дочерью Полоцкого князя. Кстати говоря, я об этом писал статью в свое время, и почему-то многие путают Полоцкого и Половецкого князя. Нет, совсем разные вещи. Имеется в виду не кочевники, Половцы. Имеется в виду город, Полоцк. Так вот, оба сватались к Рогнеде. Рогнеда, поставленная перед выбором, Ярополк или Владимир, ответила послам, «Не хочу омыть ноги Рубичича». Ну, омыть ноги, видимо, указывает на древние обычаи, когда невеста омывала ноги жениху. А вот что имеется в виду под словом «Рубичич»? Имеется в виду сын рабыни. Дело в том, что да, действительно, мать Владимира была наложницей. В то время распространенная практика считалась вполне нормальным, но тем не менее, происхождение Ярополка было как бы выше. И Рогнеда выбирает его. Что, конечно, Владимира совершенно не радует, ну, видимо, еще и бьет по его самолюбию. Начинается война, Владимир побеждает Ярополка, Владимир берет Полоцк, Владимир убивает родителей Рогнеды, а потом берет ее замуж. В одном из вариантов летописи есть фраза, которую, в принципе, можно понять в том смысле, что Владимир изнасиловал Рогнеду, причем сделал это публично. Но это, как говорится, не точно. Но то, что он взял ее замуж, особо уже не спрашивая ее согласия, это точно. И вот именно эту тему выбирают для своей картины Лосенко. Надо вам сказать, что выбирает не сам. Я не поленился. Я поднял устав Академию художеств. И вот согласно уставу, тема претендентам названия академика выдавалась специальной комиссией. Более того, работа над картиной должна была вестись в специальной мастерской, там же в Академии. И должна была вестись в присутствии одного из членов Академии, чтобы не было потом никаких вопросов по поводу авторства. Чтобы не мог претендент кого-нибудь привести себе в помощь. Так что, если, например, у вас есть дети, которым скоро писать ЕГЭ, и вас беспокоят все эти строгости, камеры, проверки постоянные, эти строгости появились не вчера. Итак, тему Лосенко получает. Но вот то, как он ее решает, вот это уже полностью его заслуга. И надо вам сказать, что решает он ее очень необычно. Когда я рассказываю детям про эту картину, я всегда начинаю с простого вопроса. Что здесь странно? Что здесь выглядит, ну, совсем не по-древнерусски? Если дети более-менее продвинуты, они сразу уже замечают, что очень эта картина какая-то древнегреческая. Тут вам и чернофигурная ваза в левом нижнем углу, и колонны с каннелюрами на заднем плане. Вроде бы костюмы древнерусские. Но согласитесь, что вот этот костюм, особенно тот, который на самом Владимире, он очень похож на театральный реквизит. Вот на первый попавшийся театральный костюм, который вытащили из шкафа, быстро на натурщика одели, и так его написали. Ненатурально как-то выглядит. В этом нет ничего необычного. Во-первых, Лосенко толком, естественно, не знал, как мог выглядеть дворец Полоцкого князя. Собственно говоря, и мы-то сейчас очень мало знаем о том, как выглядела гражданская архитектура той эпохи. Ее почти не сохранилось. А вот как выглядят греческие колонны, он знал. Как выглядит греческая ваза, он тоже знал. Но более того, во время обучения в Академии художеств студентов натаскивали на то, что самое лучшее, самое благородное, самое прекрасное в истории искусства, это искусство античное, конечно. И поэтому ему нужно подражать. Это вечный и недосягаемый образец. Поэтому их учили писать колонны, их учили писать вазы. Ну вот, как учили, так он и изобразил. Тут все понятно. Непонятно другое. Непонятно, почему эту в сущности довольно жестокую, довольно кровавую сцену, только что убитые родители Рогнеды. Очевидно же, что речь идет именно о том моменте, когда город уже взят. То есть это не первое сватовство. Это второе сватовство. Насильственное, когда ее уже никто не спрашивает. Ее родители только что убиты, а ее саму сейчас будут брать замуж. Лосенко все это превращает в галантную сцену. Владимир – изящный кавалер, чувствительный, вежливый. Он склоняется к Рогнеде. Он прижимает руку к груди в знак своей искренности. Может быть, он извиняется перед ней за то, что только что зарезал ее родителей. И галантнейшим образом просит ее руки. А Рогнеда, как и положено чувствительной даме 18-го столетия, закатывает глаза. И, похоже, сейчас упадет в обморок. Но что-то нам подсказывает, что обморок ее будет не слишком продолжительным. И что галантная настойчивость Владимира в итоге встретит благосклонность с ее стороны. Красиво, но не очень исторически достоверно, правда? Почему Лосенко пишет именно так? Точного ответа на этот вопрос нет. Дальше начинаются сплошные предположения. Но мне кажется, что самым логичным предположением будет вот какое. Лосенко, будучи умным человеком, понимает, что от него хотят. И он пытается удовлетворить запросы власти. Кто в это время у власти? Екатерина II. Екатерина II – просвещенная императрица, которая действует, как положено просвещенной императрице. А что это значит? Разные эпохи дают разные ответы на вопрос о том, почему люди ведут себя плохо. Почему они насилуют своих ближних, грабят своих ближних, обманывают своих ближних? Марксист скажет, во всем виновата среда. Экономические отношения формируют человеческое поведение. Современный психоаналитик скажет, все причины в детстве. Мама недолюбила, поэтому я пошел и старушку зарубил топором. Во времена Екатерины, во времена Вольтера, во времена французских просветителей и рационалистов ответ был примерно таким. Люди творят зло от непонимания. Люди не видят того, что галантное, вежливое, доброжелательное поведение выгоднее для общества в целом. Ну, действительно, на самом-то деле лучше дружить, чем воевать. Лучше договариваться, чем конфликтовать лоб в лоб. Но не все это понимают. Людям это нужно объяснять. В этом задача просвещенного монарха. Воспитывать своих поданных, как маленьких детей. И именно это Екатерина и делает. Напомню, Екатерина ведь для своих внуков сама пишет сказки. Сказки очень скучные, но при этом очень назидательные. Например, для Александра, для будущего Александра Первого, она пишет сказку про то, как некий принц ищет храм розы без шипов. Ну, розы без шипов, то есть добродетели, которая лишена недостатков. И в этой сказке Екатерина буквально объясняет, что хорошим быть хорошо, а плохим быть плохо. Спасибо, капитан, очевидность. Но, тем не менее, вот ее подход именно такой. Примерно такой же ее подход и в публицистике. Напомню, Екатерина издает журналы. Екатерина сама пишет статьи для этих журналов. И в статьях она делает примерно то же самое. Она пытается просвещать своих поданных. Это же делают и те литераторы, которым она покровительствует. Фанвизин. Согласитесь, для взрослого человека его знаменитые комедии, ну, тот же самый «Недоросль», они звучат несколько детски и наивно, что ли. Потому что главная мысль такая же. Быть хорошим хорошо, а быть плохим плохо. И, тем не менее, именно такая литература при Екатерине встречается всяческим одобрением, аплодисментами. Ну, и как вы помните, Потемкин по легенде после чтения «Недоросля» говорит Фанвизину «Умри, Денис». Ну, в том смысле, что лучшего ты уже ничего не создашь. И вот есть у меня такое ощущение, такая догадка, что Лосенко в своей картине пытается отвечать именно этому запросу. Он как бы показывает, что убивать родителей девушки и братьев силой – это нехорошо. А хорошо, а правильно вести себя вот так. Галантно, чувствительно, с уважением. Он буквально пытается давать своим зрителям правильный образец, учить их, образовывать, так же, как это делает Екатерина в своих статьях. Насколько это успешно ему удается, сложно сказать. Но в том, что намерение было именно таким, я практически уверен. Этим, согласитесь, и интересна живопись. Помимо всего прочего, конечно же, мы любим ее по разным причинам. Но вот что мне всегда в ней особенно нравилось, так это то, что живопись дает нам возможность взглянуть на самые разные стороны исторического процесса. Она напоминает о политике. Она напоминает о том, каковы были запросы общества в тот или иной период. Как художники пытались на них отвечать, как литераторы пытались на них отвечать. Одним словом, живопись – это больше, чем живопись. Живопись – это клейдоскоп, в котором отражаются все грани жизни общества, все стороны исторической действительности. За это-то мы с вами ее, наверное, и любим.